Генеральный партнер службы новостей город сеть аптек аптека для бережливых Здравствуйте в эфире первого городского служба новостей город студии Максим Новиков Я и мои коллеги расскажем о главных событиях среды 19 июня смотрите сегодня в эфире Какова цена человеческой глупости и почему нельзя плавать в запрещенных местах Еще одна поучительная история для калининградцев Один не справился с управлением, пострадали все, водитель авто с пятью детьми попали в серьезное ДТП Везение или настоящий труд? Анна Монаршенко, единственная в области, получила 200 баллов по ЕГЭ Новые подробности отравли школьников 40-й гимназии, кто все-таки виноват, ученики или преподаватели? Путешествовать не выезжая из города, в Калининграде открылась выставка немецкого художника о ландшафтах Исландии Запретный плод сладок или русским закон не писан Эти и массу других афоризмов используют люди при оправдании своих противозаконных действий С началом пляжного сезона участились случаи купания в запрещенных местах К чему приведет халатное отношение к правилам и какую цену вам придется за это заплатить, расскажет Екатерина Крейдер Екатерина всю жизнь живет в Калининграде и трепетно относится к своей родине Именно поэтому решила незабываемо отпраздновать День России В городе скучно, на море не протолкнуться, пал выбородуха у реки Приголя Я напоролась на стекло в месте, не предназначенном для купания И в итоге у меня пять швов и неходячая жизнь После чего девушка обратилась в больницу Рана оказалась неглубокой, около пяти миллиметров Отдых для нее закончился так же быстро, как и начался В ближайшие две недели пляжина будет видеть только на фотообоях в квартире Чтобы не наступить на грабли, стоит учиться на примере других Поэтому езжайте на оборудованные пляжи В городе таких шесть мест Из них три на Голубых озерах Озеро Пилавское, Карповское и Шенхлис В нашей области также насчитывается около 200 мест, не оборудованных для плавания Основной причиной гибели людей является купание в неположенных местах А также купание в нетрезвом состоянии За период этого года уже спасено свыше 40 человек Что касается начала купального сезона Вот за вот этот вот короткий срок, да, вот сколько, три недели Уже погибло на водоемах Калининградской области три человека Из них один ребенок Большинство калининградцев ошибочно полагают, что река Приголе является пригодной для купания Но так как она является судоходной, купание в ней запрещено Сейчас органами местного самоуправления разрабатывается система штрафов И если вы будете пойманы за купанием в этой реке, то вас ждет штраф в сумме до 3000 рублей Екатерина Крейдер, Степан Проченко, служба новостей, город 29-летняя калининградка не справилась с управлением и врезалась в дерево В салоне ее автомобиля находилось пять детей Самому младшему всего 8 лет Несовершеннолетние пассажиры и водитель госпитализированы Двое ее родных детей, двое гостей приехали к Садерскому району Ну, там 14 лет, что племянник получается ее Женщина с детьми ехала с отдыха, когда машина вылетела в кювет При этом дети возрастом от 8 до 15 лет в момент аварии не были пристегнуты В машине не было и других детских кресел В результате ДТП водители и несовершеннолетние дети госпитализированы в медучреждение На месте работают все службы, проводится проверка По итогам проверки будет принято решение Калининградский драмтеатр впервые поставит спектакль по произведению Эрнеста Теодора Гоффмана Труппа начнет работать сразу после летних каникул За постановку взялся художественный руководитель театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге Леонид Алимов Калининградцы смогут увидеть премьеру уже этой зимой В Калининграде отметят юбилей фестиваля Кинрок 25 лет Уже в июле организаторы начнут анонсировать хедлайнеров и зарубежных гостей Фестиваль состоится с 23 по 25 августа в сквере на Московском проспекте В регионе 1 июля стартует прием первоклассников школы не по месту жительства Информация о наличии свободных мест опубликована на сайтах школ, уточнили в правительстве В Калининградском музее изобразительных искусств пройдут бесплатные лекции о русской живописи Они будут проводиться каждый четверг и пятницу с 20 июня по 25 июля в рамках выставки сокровища музеев России Калининградский Роспотребназор зарегистрировал повышенного радиационного фона Все они зафиксированы в пунктах пропуска через границу России на территории региона На Первом городском закончились съемки бизнес-премии «Калининградский продукт» Напомним, второй сезон проекта посвящен строительству За звание лучшей компании борются 16 предприятий Уже на этой неделе экспертный совет выберет победителя, который получит главный приз 1 миллион рублей на рекламу в эфире Первого городского канала Главные партнеры проекта – агентство недвижимости «Этажи» и жилой комплекс «Мед» ООО «Рекстрой» Шестеро калининградских выпускников набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку А были те, кто побил и этот рекорд Изнурительная учеба или настоящее везение И какое будущее выбрали абитуриенты с рекордными баллами Узнаем в следующем материале Анна Монаршенко – выпускница лицея номер 35 Девочка получила высший результат сразу по двум предметам – русскому и химии Такая в Калининграде в этом году пока что одна Как ей это удалось? Просто удача или усердный труд? Это труд и чуть-чуть удачи Потому что всегда бывают в вариантах спорные места Я хотела себе другую тему, я очень хотела себе совершенно другую тему Попалась этой, я была удивлена, я очень долго думала над личным комментарием Но в итоге получилась хорошая работа За последние годы наблюдается положительная динамика В 2017 году на 100 баллов написало двое учеников В прошлом 4, а в этом уже целых 6 Кроме того, почти тысяча выпускников получили более 80 баллов А учеников, которые не сдали ЕГЭ, в этом году нет Смотрите во второй части нашего выпуска Новые подробности о травле школьников 40-й гимназии Кто все-таки виноват, ученики или преподаватели? Йога по собачьи! Этот пес сделает все, что угодно ради вкусняшки Путешествовать, не выезжая из города В Калининграде открылась выставка немецкого художника о ландшафтах Исландии Эти и другие новости сразу после короткой рекламы В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем На озере в Прибрежном нашли тело мужчины Труп обнаружили в камышах Им оказался 58-летний уроженец Казахстана У погибшего на шее была веревка установлена, что в последнее время он работал таксистом Сейчас ведется следствие Калининградец обустроил в подвале жилого дома мастерскую Куда приносил боеприпасы времен Великой Отечественной войны Во время обыска оперативники нашли части для изготовления огнестрельного оружия Сейчас возбуждено уголовное дело Вот вам мастер-класс от калининградского автолюбителя Припарковался так, чтобы и проезду не мешать, и сам в прохладном теньке Подумаешь, ПДД нарушил В Советске разыскивают 12-летнего Владислава Чехова Ребенок ушел 12 июня Мальчик не выходит на связь с родными Всем, кому что-либо известно, где может находиться ребенок Просим сообщить по телефонам, указанным на экране В Калининграде полиция ищет женщину, укравшую кошелек с 250 тысячами рублей По заявлению владельца возбуждено уголовное дело Всех, кто узнал женщину на фотографиях Просим срочно сообщить по телефонам, указанным на экране Корреспондентом первого городского телеканала Стали известны новые факты буллинга в отношении учеников гимназии номер 40 Общественная организация провела расследование по фактам издевательства в школах Калининграда И нам рассказали, что в гимназии учеников унижают сами учителя Подробнее далее Напомним, что 3 июня на заседании правительства Губернатор Калининградской области Антон Алиханов Поручил разобраться с травлей учеников Калининградской гимназии номер 40 Мы встретились с представителями учебного заведения и узнали, что жалоб на буллинг от родителей руководству школы не поступало О каких-то фактах буллинга мы заявлений или обращений даже в неофициальной форме от наших учеников, родителей не получали Но общественники с этим не согласны По его словам, учителя позволяют себе лишнее в школе уже давно Еще в 2012 году общественная организация нашла жалобу в интернете Мама одной из учениц пишет, что учитель позволила себе в присутствии других учеников сказать, что у девушки, простите, будем говорить открыто, так оно и написано в интернете, вши Чем оскорбила ученика, то есть унизила ее в присутствии других детей Сергей проводит родительские собрания в 40-й гимназии, но наткнулся на грубость у дирекции школы Даже мне, когда я общался с дирекцией, было сказано Оставьте свое мнение при себе, оно здесь никому не интересно После того, как я высказал свое мнение на общеродительском собрании, меня больше в эту школу просто не приглашают Редакция Первого городского проводит собственное, независимое расследование по фактам издевательств над детьми в школах Калининграда Если вы стали свидетелем буллинга или знаете, что вашего ребенка унижают, звоните по телефону, указанному на экране, либо присылайте сообщение на почту Мы гарантируем полную анонимность Власти Калининграда создали новое учреждение – Калининградский расчетно-сервисный центр Здесь будут проводить контроль за доходами от аренды земли и другого имущества К работе центр должен приступить с 15 июля Какие еще новости в мире финансов и бизнеса, узнаем в постоянной рубрике На железнодорожном переезде на улице Железнодорожной Зеленоградской могут появиться автоматические шлагбаумы Сейчас по правилам автомобильного знака все водители останавливаются у этого переезда вне зависимости от того, есть локомотив на путях или нет Из-за этого на дороге появляются необоснованные пробки В 2019 году владелицы аттракционов Калининградской области обяжут получать государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации Госпошлина за эту услугу составит от 6 до 13 тысяч рублей Каждый аттракцион будет поставлен на учет и получит свидетельство Кроме этого, свидетельство должно находиться в зоне видимости посетителей С 20 по 23 июня в Светлогорске пройдет 4-й международный экономический форум янтарной отрасли Амбарфорум-2019 Торги, аналогов которым нет во всем мире, назначены на один из дней форума Участники могут полюбоваться речащими самородками, добытыми янтарным комбинатом На аукцион выставят 20 камней, вес которых превышает килограмм Стоимость находок исчисляется в сотнях тысяч рублей Стартовую цену самого недорогого лота оценили в 290 тысяч рублей Торги за более редкие самородки начнутся с 600 до 800 тысяч рублей Более 200 миллионов рублей в 2019 и 2020 годах будет выделено на расселение аварийного жилья в Калининградской области За счет этих денег можно расселить 5000 квадратных метров аварийного жилья В основном первые этапы хватит Калининград и Советск Где в ближайшие 2 года из аварийного жилья планируется переселить около 300 человек Первые 6 штрафов выписала администрация города за незаконную торговлю Штраф составил 3000 рублей для каждого предпринимателя Общая сумма штрафов составила 18000 рублей Ну а 5000 рублей придется заплатить повторным нарушителям Всего с начала года было выписано 105 протоколов Чтобы меры были более действенными власти хотят изымать товар у нарушителей Финансовые аналитики предсказали очередной рост рубля уже с середины июля А пока он держит свои позиции Далее эфир программы продолжит актуальный курс валют Курсы валют на 20 июня Доллар США 63 рубля 97 копеек Евро 71 рубль 63 копейки Польские злоты 16 рублей 81 копейка Посетить другую страну оставаясь при этом в Калининграде Реально ли это немецкая художница уверяет что возможно В артпространстве Закхаймские ворота открылась выставка с ландшафтами Исландии Выставка создана немецкой художницей Моникой Кропсхофер Уникальность экспозиции в том что здесь изображена не просто природа Исландии По словам художницы это диалог геометрии и поэзии Выставка называется дотронуться до Исландии ландшафтные интервенции То есть вообще Моника работает вот в таком стиле Она снимает какие-то либо архитектурные, либо пейзажные фотографии И потом накладывает на них графику Вот и получается такая действительно интервенция Моника Кропсхофер побывала в многочисленных арт-экспедициях в Африке, Азии, регионах Европы В России художница выставила свои работы впервые Для дебюта выбрала Калининград По словам автора здесь особая атмосфера и завораживающая архитектура Ну а если вам не хватило просто дотронуться взглядом до Исландии То можно ее частичку забрать себе домой Например в виде вот таких открыток Вот я хочу себе забрать такие горные породы И вот такой геометрический домик Выставка пройдет с 18 июня по 1 июля У вас еще полторы недели, чтобы отправиться в путешествие по Исландии Совершенно бесплатно и не выезжая из города Спасибо Дарья А все эти бурно обсуждают новый законопроект Госдума приняла закон, который позволяет выращивать коноплю в медицинских целях Могут это делать исключительно фармацевтические компании Как уверяют в законодательстве, это поможет сэкономить бюджет Однако хейтеры с этим не согласны Новый популярный код интернета Знакомьтесь, это Луи И он очень зол А нос сморщил так, как будто кислых щей поел Или обнюхал недельные тапочки хозяина Вижу цель, иду к ней Да зачем идти, когда можно упасть? Посмотрите на этого малыша Его техника ныряния просто захватывает И согласитесь, вам тоже больно на это смотреть Как получить вкусняшку? Хозяин этого мопса научил своего пса выполнять трюки с закидыванием задних лап на стенку Зачем это сделал, непонятно, но пользователи соцсетей гадают Какой же должна быть вкусняшка, ради которой он исполняет такие трюки Когда служба доставки еды креативит по полному Не может курьер на настоящий волосе на доставке пиццы взобраться Сделаем сами Какая разница, какие рога катаются по дороге Психологи уверяют, чтобы поднять свое настроение Достаточно улыбаться 5 минут Даже если этого не хочется Тогда организм дает команду выброса гормона счастья Видимо, об этом прекрасно знают калининградцы Эфир программы продолжит хорошие новости Партнер рубрики «Хорошие новости» Кейтеринговая компания «Велден» Хорошая погода, озеро, красивое место Сын поступил в институт, один закончил школу Выходной, просто выходной У меня из Владиностока приехали мои дети и внуки Поэтому я радуюсь в гости Вот вожу их, в верхнее озеро привез Веду в парк, поэтому, конечно, рад, счастлив Хорошая погода, поэтому улыбаемся Я в отпуске, я ждала этого год Партнер рубрики «Хорошие новости» Кейтеринговая компания «Велден» Вода в Балтийском море нагрелась уже до плюс 19 градусов А в озерах показатель перевалил за 22 со знаком плюс Самое время подумать о планах на выходные Ведь субботы и воскресенья будут солнечными Первый. Оптический дискаунтер «Оптик Гуру» Партнер прогноза погоды 20 июня в Калининграде днем плюс 27 градусов Облачно с прояснениями Ночью плюс 16 градусов Облачно с прояснениями В Вильнюсе днем плюс 24 градуса Возможен небольшой дождь Ночью плюс 18 градусов Облачно с прояснениями В Гданьске плюс 25 градусов Возможен небольшой дождь Ночью плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. В Москве днем плюс 28 градусов, ясно. Ночью плюс 18 градусов, ясно. Первый. Оптический дискаунтер «Оптик Гуру». Партнер прогноза погоды. На этом все. Если вы стали свидетелями интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии был Максим Новиков. До встречи в городе.